Обычно к появлению второго ребёнка готовится вся семья и активно, и за этими приготовлениями очень часто забывают поработать с уже имеющимся ребёнком. Как старшенького подготовить к появлению ещё одного маленького и такого же любимого? Эти вопросы я прямо сейчас адресую нашему постоянному любимому эксперту, по которому лично я уже успела очень соскучиться. Окзана Онищенко, психолог у нас в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я после нашей темы, которую мы опубликовали, сразу же голосование открыла и увидела, что около 70% моих подписчиков не были подготовлены и адаптированы к появлению другого ребёнка. Между собой детей не адаптировали. Сейчас с вами поэкспериментируем сразу же. Я попрошу вас реагировать естественно. В какой-то момент я попрошу Татьяну отреагировать поведением. И вот здесь какая вот будет реакция, так и отреагировать. Поведением. Да, поведением. Танюш, вот ты у меня сладенькая, ты моя хорошая, ты моя солнышко в окошечке. Смотри, какого я тебе дайчика купила. Это даже не по сценарию, это обычно так и происходит. Я очень люблю Танечку. Таня, смотри, я тебе... Будем животных с тобой изучать, будем с тобой смотреть книжечки. Ты у меня девочка, ты моя любимая девочка. Смотри, какие улыбки. Мне как-то перестанет нравиться, потому что ты будешь не эфир. Смотри, ты моя хорошая. А это чтобы ты будучи с лодочками увлекалась, там брошечки всякие, похорюшечки. Все мне, все мне. А вот, да, вот появилась вот Катенька, ты моя сладкая. Ах так, да. Вот ты моя. Это второй ребенок появился. Вот смотри, будем мы с тобой заниматься. Хорошо, не ремень, просто скакалка. Заниматься, вот какие замечательные. Таня, тебе же ты уже наигралась, да? Давай вот это. Нет, это моя игрушка. Таня, нельзя быть жадной. Мама, пути другого мышонка Кати. Нет, ты уже взрослая. Таня, не надо тут, понимаешь? Мне обидно, мама. А, нужно отдать Кате. Посмотри, Катя маленькая, ей уже пора этим всем играть. А тебе уже вот, там, не знаю, вот маркеры. Вот тебе ты уже пошла во взрослую жизнь, а все это... Ну ладно, тебе одну конфетку, одну тебе, одну Катю. Хорошо? Да, хорошо. Все должно быть поровну, все должно быть честно. А вот это уже можно, чтобы все Кате перешло. Она будет этим всем. Катя еще маленькая, больше моей. А вот это можно оставить. И я попрошу отреагировать. Чего хочется сейчас сделать? Вот поведением отреагируйте. Хочется забрать, наверное, и не давать. И топать ногами. Нет, мне вообще хочется закрыться, уйти и все. Мама не мама, папа не папа. Что за безобразие происходит в семье? Да, да. И смотрите, как интересно, да, получается. Что происходит? Вот если младший ребенок приходит в семью, и для него... Ну, среда естественная. Ну, сразу старший ребенок есть, да, и мама, и папа. Но с чем он сталкивается? Ну, как вы думаете, с чем сталкивается младший ребенок при вот такой ситуации? Младший. Младший, да, именно младший. Ну, вроде же старший уже автоматически есть, к нему адаптироваться не надо. Но он все равно с чем-то сталкивается. Младший ребенок? Ну, может быть, с враждебностью старшего ребенка? Конечно, с агрессией старшего ребенка. Он не понимает, почему старший ребенок к нему так относится. Старшие дети действительно, как сказала Екатерина чуть ранее, да, проявляют очень много агрессии. И чаще всего младшие дети во взрослом возрасте ко мне приходят с повышенной тревожностью. Именно потому, что они росли рядом со старшими, где была какая-то немотивированная агрессия. А старшие дети, они с чем сталкиваются? Конечно же, с тем, что все разделяется. Я почему-то стал взрослым, да. Мне вообще непонятно, как вот к этому всему адаптироваться. Вдруг в три года мне говорят, ты уже взрослый. И как вы думаете, вот если младший приходит ко мне с повышенной тревожностью, то как вы думаете, с чем приходят ко мне старшие дети? Недолюбленностью какой-то, может быть. Ощущением того, что от меня забрали, отдали ему. Старший ребенок уходит на второй план. И вы правильно рассуждаете, если бы дальше пошли, я думаю, вы бы дошли до этой проблемы. Чаще всего это вот с какой-то нереализованностью. Вопрос успешности чаще всего, это тот вопрос, который ко мне обращаются именно старшие дети. Им приходится эту успешность. Это мешает их успешности во взрослой жизни. Так что я доказываю, что я тоже хорошая, меня тоже надо любить. Да, да, потому что вроде как меня задвинули на второй план. И здесь возникает ощущение, что, видимо, со мной что-то не так, раз меня задвинули, да, и выдвинули первого, второго ребенка, который появился. И вот чтобы, да, не произошло таких ситуаций, чтобы и одному, и второму не пришлось в будущем бороться с какими-то неврозами, конечно же, и того, и другого нужно адаптировать к присутствию, к совместному присутствию. Желательно, если вы планируете ребенка заранее, даже еще до того, как вы его зачали, готовить старшего ребенка к появлению младшего. Ну, например, какими-то игрушками, да, где вы организуете в пространстве ролевые игры, где вдруг появляется какой-то маленький ребенок. Или вот я вчера зашла в Читай-город, сфотографировала книги, и вот я делала несколько... Мне кажется, каждый родитель изучает порталы. Кто-то на Озоне заказывает, кто-то в Читай-городе, кто-то... Я знаю, в Петербурге тоже буквоед очень популярная сеть. Это первая, куда идут родители со своими вопросами. Да, вот я сфотографировала несколько книг, можете посмотреть, и там книги, где есть... И как животное можно адаптировать. Понятно, что ребенок, когда вы будете ему это все читать, будет перекладывать это все на себя и на свои отношения с братом и сестрой. Хитрушки есть какие-то? Я знаю, что... Вот один из советов, который мне попадался, когда вы приезжаете из роддома с малышом, нужно старшенькому подарить подарок якобы от маленького, что вот он приехал тебе с подарком. Вот таких хитрушек еще есть какой-то список? Да, конечно, когда старший ребенок адаптируется к появлению младшего, здесь нужно его... Можно и на УЗИ вместе с ним сходить, и с ним договориться о том, что мы будем с тобой вместе готовиться к появлению этого ребенка. Допустим, с ним советоваться или разделять с ним какие-то покупки для младшего ребенка. То есть постепенно его как бы включать вот в приход, да, старшего, младшего ребенка. Плюс еще можно рассказывать историю, где, ну, некая такая вот семейная история какой-то семьи, где есть много детей. Ну, или рассказывать историю про то, как потом будет развиваться жизнь ваша совместная. Потому что, когда вырастает, естественно, у детей появляется очень много преимуществ от того, что они друг у друга есть, как сейчас Екатерина рассказывает про вчерашний совместный вечер. Да, завтра мы на концерт вместе пойдем, и там много бонусов. Да, да, да. И бонусов, на самом деле, очень много от сиблинговых отношений. И если родители правильно и вовремя адаптируют детей друг к другу, тогда будет меньше невроза. Правильно и вовремя можно только, если у вас есть такие чудесные эксперты, как есть у нас. Но мы с удовольствием и делимся в эфире. Конечно. Поэтому прислушивайтесь. Всю эту информацию вы получаете из нашего эфира. Поэтому огромное, огромное спасибо Оксане Анищенко, психологу. Сегодня мы подняли очень важную тему, которая касается каждой семьи, где есть двое-трое детей.